друзья короче надо потестить все эти вещи и моменты блин ну мне нравится не знаю пневма есть пневма аккумуляторы но это отдельная тема сейчас зима и они замерзают в мастерской каждый раз и в дом таскать и но не варик вот приходишь мастерскую надо работать они дринки все и в защиту уходят потому что они замерзли мужики всем привет приехал наконец-то гайковерт пневматический сейчас будем распечатывать крутящий 1450 вроде бы якобы rv7 был еще rv8 такой же момент только на тысячу рублей дороже в комплекте у него был чемоданчик и три ударные головки на колесные болты там я не помню на 16 по моему на 19 на 21 если я не ошибаюсь и из-за вот этого чемоданчика и трех ударных на тысячу рублей дороже а так ничем не отличается сейчас распечатаю посмотрим что за зверь еще один должен там на днях приехать только поменьше полегче и у него 600 я потом покажу и по компактнее вообще такой сейчас распечатаю так закрутил штуцерок пришлось под него подмотать нитку эту подтравливал вот так пару витков закрутим вот такая получается тушечка не сказать что она легенькая ключи не спадывают кольцо держит замечательно вот это ну могли бы конечно сделать и как и на тех потому что иногда бывает очень даже залазь надо проверять ни на чем на дворе ночь идти искать надо там есть у меня кое-какие запчасти лины ну тяжеленький сейчас я взвешу а имеется вот это я так понимаю момент затяжки два положения вот это откручивание это первое положение затяжки ключ сниму вибрацию дают второе положение и третье ну тяжеленький сейчас его взвешу на руку тяжело каждый работа с ним а сравнить мне еще по весу да примерно как вот этот сейчас я и этот тяжеленький да не сравнить сейчас вот этот и вот этот вот тут легенький ты тут могу взвесить так 2 килограмма 70 грамм там без дырок вроде бы это пневма сейчас этот закину так вот этот аккумуляторный но без ключа аккумулятор который с ним шоу и самый этот 2200 получается тяжелее значит тут легче чем вот этот это хорошо это хорошо так сейчас маленький еще взвешу а потом еще один маленький придет и сравнивать пилу 660 в отлично там идет точно такой же можно сказать тоже кило 600 вот офигенский наборчик будет просто в маленьким работаю чаще чем вот этим мы этим работаем тяжелый на руку вот эти пол килограмма а тут даже 700 грамм разницы капец как чувствуется еханый баба вылазь если тот будет такой же компактный и легкий вообще будет кайф но этот конечно очень удобный шоу не слабо таскать можно везде с собой взять но этот зверек конечно капец они примерно примерно одинаковые тут чуть-чуть покороче этот бром берден этот хамберлен дерден как-то непонятно китай есть китай рукоятка такая прорезиненная прикольно вот из-за чего вы и вот их не линейка этих у меня семерка вот восьмерка по параметрам одинаковые только чемоданчик и черные ключи три штуки ну и самый там у них идет помощней крутящий момент это вот две 450 ну там три четвертых здесь одна вторая потом три четвертых там или переходник надо было брать но он и дороже стоит понятное дело ну и расход у него соответствующий здесь 180 литров в минуту потом а потом еще больше вот как-то так смазка 2 6 капель раз в день и т.д. и т.п. вот такие вот дела так ну такая запчасти лина есть сейчас буду и коверт тестировать резьба ржавая гайки на 24 вот она я не скажу что и маленький не справится но имею ввиду аккумуляторный теперь есть воздух попробую но это чуть-чуть предпущено но тем не менее надо прогнать гайку по ржавой резьбе а тут вообще под квадрат я не знаю как откручивать сюда и головка не становится между стенкой не знаю даже как быть забитая ранее на резинке забитая резьба сейчас покажу искры высекает там хоть видно я не знаю видно резьба там забитая капец ну выкрутим а 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 надо ли поправить ключом чуть-чуть, чтобы ключ влез между стенкой и гайкой, сейчас чуть-чуть может быть ключом туда-сюда возьму на 24. По-моему здесь полезняк, отодвинулась, в лед. Вот резьба была забита, тут вообще куска не хватает, но отбила, вот такое все ржавое. Да офигенно, что там говорить, просто офигенно. Вот этот болт наверное самого нового не откручивался никогда, сейчас попробую вот эти грани, ну не грани, вот это кругляк чуть-чуть подпилить, прям за гайку схватите ключом и открутить, потому что здесь четырехгранник, а у меня такого ключа нет, может так налезет, может быть, не исключено. Ага, гаечку, что надо встать. Ну почти, почти налазит, поэтому вот этот по кругу обработаю сейчас ключ, я думаю наскочит, да он и так наскочит, только попасть на грани гайки, ну лучше чуть-чуть болгаркой шлифану сейчас, буквально тут. Рано включил, болгарка еще не остановилась, вот так, слева ганцушки, прошелся так по кругу, и теперь, о, где-то, головка одевается на гайку. Ну теперь за гайку попробую выкрутить болт, вылез, а теперь можно болт зажать в тесы и снять гаечку. Такое все ржавенькое, отлично, что, если бы не на камеру, все было бы намного быстрее. Как-то так. Так, ну следующий испытуемый будет мост, мужики. Тут гайки до того печальные, я не знаю, давайте сейчас отстегну, покажу. В таком состоянии, вот тут вообще капец. Сейчас буду пробовать откручивать, ну чтобы вот эти открутить, надо вот эти позбивать, куда пружины становятся. Ну, тем не менее, тем не менее, сейчас вот эту могу попробовать с той стороны. Вот это вообще-то взыскать, тут ключом придется держать и откручивать вот с этой стороны. Или срезать ее и с той стороны. Короче, такое себе. Пробуем? Ну конечно, что там. Так, а тут 19, да, по-моему, если я не ошибаюсь. Сейчас возьмем. 16, 19. 18, нет, 19. Ну, вы поняли. На 22 схватил. Ну, вот как быстро я. Мне нужно 19. Вроде налезло. а вот она получится есть ну там я не подлезу ну здесь здесь я не подлезу срезать и тогда можно будет отбить очень даже жиренько это мне нравится хочу сказать по ощущениям совсем другой друзья уровень абсолютно другой уровень работы а мне есть чем сравнить у меня он два аккумуляторных гайковерта я не знаю доволен как слон ну как будем конкретно уже что-то разбирать разбирать мне есть что может даже будет очень удобненько кто-то скажет надо проверить на колесных болтах там газона газели там камаза друзьям у меня как минимум он в мастерскую сюда не войдет вот и брал его чисто вот для разбирания вот этих вот этих вот тех причин дал потому что он сейчас холода начинаются и вот эти какашки перестают адекватно работать начинают замерзать литий ион и пока их не прогреешь они не работают работать надо вот как-то так так что зверек мне нравится ждем еще один запечатан маленький какой маленький коробок вот так вот так вот так и и вот так я не знаю замерить рукой можно ну вот такая вот штука руководство по эксплуатации на русском языке друзья русский русский смотрите рука но я не скажу что у меня прямо огромная рука так что у нас тут имеется у нас тут имеется откручивание полностью и момент затяжки регулируемый раз-два-три-три положения офигеть какой он легенький какой маленький это капец здесь уже заглушка есть прошлом такого не было вот она не видно теперь видно просто заглушка сейчас закручу сурок проверим ну чё запись пошла друзья он до того манехонький и легонький сейчас мы его взвесим конечно но ну зверек еще тот это просто капец сейчас ключ на 13 также нету фиксатора который понимаете о чем я говорю да шплинта ну тем не менее в руке лежит вообще капитально сейчас на всю есть три положения также вот на затяжку минимальная средняя и максимальная какой легенький друзья ну это просто копил в руке смотрите вот вот он вот он пневмо инструмент но это для работы сейчас возьму тот который раньше вот для сравнения да казалось казалось бы этот 1450 если я не ошибаюсь да бьет этот всего 600 и на руку чувствуется просто капец давайте взвесим что получится так друзья ну взвесим полтора килограмма полтора килограмма весит вот эта тушка вот насколько точные весы я не знаю но тем не менее полтора ну давайте вот эту взвесим еще раз запищал и два килограмма разница 500 грамм всего-навсего полкило ну чувствуется это просто капец просто капец вот как все это дело чувствуется на руку легенький ну потому что ну работать надо надо работать и вот надо крутить работать крутить работать крутить работать крутить вот как то так ну какой он компактный это это капец сейчас я попробую заменить штангелек мне понадобится даже вот 150 хотя хотя что я говорю 150 штангеля они все-таки в сантиметрах унциях и сантиметрах поэтому не 150 а 15 сантиметров штангелек и здесь друзья ну почти 9 9 сантиметров поэтому никаких миллиметров штангеля в сантиметрах и здесь вот почти 9 сантиметров почти 9 с половиной почти когда вот эта тушка вот говорится от заду до преду больше 15 сантиметров вот как то так а что я говорю в сантиметрах потому что все штангеля которые у меня есть они почему то вот в сантиметрах как и линейки вот как и линейки тоже в сантиметрах вот пожалуйста см сантиметры пожалуйста другая на 50 на 50 см сантиметров так и штангеля все штангеля сантиметрах и угольники тоже см друзья см где они у нас тут пожалуйста см сантиметры поэтому токаря идите говорится лесом все все весь инструмент который у меня имеется он см и в сантиметрах ибо выражаться я буду в сантиметрах и вот как то так на этом можно в принципе виду закончить друзья вот они тушенцы до аккумуляторных и пневматических гайковертов аккумуляторной серии 650 ньютонов да и 1450 пожалуйста разница вот и 600 якобы заявлено не знаю заявлено сколько сколько на самом деле неизвестно понятное дело да и здесь я уже не помню около 300 разница чуть тяжелее но мобильнее чуть меньше но сильнее чуть больше но мобильнее но слабее вот такие извиняюсь вот такие вот дела поэтому поэтому не знаю буду буду пробовать тестировать это гайки но вообще ну капец друзья приобрел приобрел вообще шикарно два раза меньше два раза легче и в два раза чуть-чуть слабее вот этого а это то что нужно потому что ну гаечки да вот такого плана видимо там да обычные гаечки и болты вот такого плана вот 5,8 и т.д. и т.п. вообще кайф шланг подключен маслицо добавлено это я потихонечку нажимаю потому что там маслицо пускай прогонит ну дури немерено если честно мужики ну думаете я сам качаю нет он сам качается в другую сторону компрессор заработал подождем все компрессор кончился чтоб вы понимали вот тушка вообще небольшая она вот по сравнению с этой и это небольшая ну это легче на 500 грамм легче а на руку чувствуется капец это на откручивание нет это на закручивание на откручивание на закручивание сейчас подключим сюда подключил на закручивание на закручивание на закручивание Друзья, короче, надо потестить все эти вещи и моменты, блин, ну, мне нравится, не знаю, пневма есть, пневма, аккумуляторы, ну, это отдельная тема, сейчас зима, и они замерзают в мастерской, каждый раз их в дом таскать, но не варик, вот, приходишь в мастерскую, надо работать, они дринки-дринки, все, и в защиту уходят, потому что они замерзли. Пневма не замерзает, вот, как-то так, вот, пожалуйста, вот он, и компактность, и удобство, и все, все дела, и моменты, вот, мне кажется, он будет работать даже от самого маленького компрессора, потому что, ну, сами понимаете, о чем я говорю, что там, что там рассказывать, гайки крутить, Сейчас батарейка сдохнет, гайки крутить, все равно, приятнее, удобнее, в автоматическом режиме, нежели вот, братья, ключи, да, рожковые, да, и там, маслать им, вот, как-то так, сейчас, вообще, не знаю, я, пока доволен, а там посмотрим. Ладно, друзья, всем пока, с вами был Санек, скоро увидимся, а еще у меня там, блин, капец, сколько, и всего интересного, вон, если кто-то заметил, хотя, вряд ли, там вообще, капец, что изобрел, это капец, ты что там изобрел, все просто, друзья, всем пока, с вами был Санек, скоро увидимся. Санек, скоро увидимся.